Всем привет, друзья, с вами Никодим, и мы продолжаем покорять Kerbal Space Program. В прошлой серии мы с вами запустили масштабную экспедицию на Джул и его планеты, и как только серия закончилась, я вдруг осознал, что мы забыли отправить космическую станцию. Я сразу же после записи отправил, это практически точно такая же станция, которую мы с вами отправляли на Моха, так что вы можете посмотреть серию с названием Моха, там я показал запуск этой станции. Вывел ее на орбиту, нарисовал траекторию полета к Джулу, посмотрите в предыдущей серии, и вот наш космический аппарат со сканером, который будет проверять наши планеты на наличие руды, уже отправлен на Джул. Итак, друзья, я здесь сделал сканер и направил именно эту космическую станцию на вал, потому что на вале у нас будет первый рудокопный корабль, и там нужно будет посмотреть, где конкретно находится руда. После этого, так как здесь у нас находятся ионные двигатели, я надеюсь, что Дельта В нам с вами хватит для того, чтобы перелететь на оставшиеся планеты, например, на Тайла, и там тоже самое провести исследование на наличие руды. Ну и дальше мы уже перелетим на Боб, Пол, и может быть даже вернемся на Лейт, хотя Лейт у меня пока не стоит в первостепенных задачах по исследованию руды. Лейт у меня стоит задача по исследованию наличия жизни и приспособления как второго дома для кербонавтов. Ну что ж, эту станцию я только запустил, она у нас вышла сейчас где-то за пределы Кербина, и давайте посмотрим. Я начал уже у нас научные исследования, генерируется всего по одному очку, и можно быстро сейчас опросить все приборы, например, доклад экипажа даст плюс небольшой, также можно провести наблюдение за материалами, и это даст аж 310, замечательно. И где-то здесь у нас таинственная слизь, вот она у нас наблюдение за таинственной слизью, мы проводим тоже плюс еще 125. Из научного модуля мы можем восстановить все наши научные модули, и посмотрим сколько теперь у нас стало темп исследования. У нас было 0,6, стало в два раза больше, 1,3 науки в день. Мы уже 5 очков, практически 6 очков науки получили. Здесь я за кадром купил еще одного ученого, я попытался его прокачать. Кстати, давайте попробуем повысить, сейчас закончится у нас передача научных данных, и попробуем повысить уровень нашего экипажа. Мне кажется, что они уже, да, достойны получить по второй звезде. Странно, у них была уже одна звезда, им начислили опыт, у них так одна звезда и осталась. Ну ладно, все, этот корабль, как вы видите, будет лететь 2 года, 300, почти что 50 дней до джула, вернее давала, и можно про него пока забыть и выполнять другие миссии. Кстати, мы можем также исследовать вот здесь вот гравитацию, тоже получим еще 250. Также у нас здесь есть барометр, получим еще 150. И из научных данных у нас есть еще и термометр, тоже получаем 100 очков науки. Итого у нас сейчас 2 единицы науки в день. Отлично. Я пока, друзья, не хочу выходить нашим ученым вот сюда. Почему? Потому что иначе мы собьем нашу траекторию. Давайте я вам покажу, какую траекторию я сделал. Итак, смотрим на джул. Вот, у меня здесь получился опять идеальный заход на вал. Я прям с захода, там где нам нужно будет разворачиваться вокруг джула, я начну заход на вал. Посмотрите, я нарисовал вот такую вот полярную траекторию. Для чего? Да все потому, что у нас здесь расположен именно сканер руды, а для сканера руды нужна работа именно в полярных областях. Зайдем на орбиту, выйдем вот здесь вернее на орбиту, просканируем и потом переместимся на следующую планету. Если я правильно помню, то вот в этом вот ионном двигателе дельта что-то около 2000. То есть как минимум на 2-3 планеты мы с вами сможем слетать. Следующее, друзья, что я сделал за кадром, я перевел нашу орбитальную космическую станцию с Евы на орбиту Гили. А также пристыковал шахтерский корабль, полностью загруженный рудой. Наверное, она уже, да, переработалась. Я пытаюсь полностью заправить баки вот этой космической станции для того, чтобы уже совсем в скором времени вернуться обратно домой. Давайте посмотрим, сколько у нас здесь топлива. Да, я думаю, что все это топливо мы спокойно можем перелить вот сюда, потому что нам для взлета и на посадку Гили нужны какие-то смешные, если я правильно помню, 50 метров в секунду. То есть вот это вот топливо на нашем рудокопе не нужно совсем. Здесь я начал проводить дополнительно научные данные. Очень много, кстати, я получил новых научных данных. У нас полностью забилась вся вот эта станция. Посмотрите, мы уже 112 очков науки получили. Давайте попробуем передать это все. И тем временем продолжим переливать топливо вот из большого бака на нашу космическую станцию. У нас 683 данных, поэтому мы можем добавить, скорее всего, какие-то новые данные. Давайте попробуем. Получится? Да. Не удается провести анализ, так как эта станция заполнена данными. Жаль. Надо выбрать какое-нибудь маленькое число. Может быть, около 100, если есть у нас науки. Так, 700. Нет, это очень много. 300. Попробуем 300. Все, лабораторный анализ завершен. 900 уже будет слишком много. Еще 300. А, все, больше мы не можем. У нас полностью забились данные. Кстати, чтобы такой проблемы избежать, перезаполнение данных, можно ставить два вот таких вот научных модуля, больших мобильных лабораторий, и у вас будет наука генерироваться в огромном количестве. Наносы так уже генерируются. По 14 очков в день, и у нас здесь огромное количество данных, которые мы получили на подлете к Гиле. Так, я как понимаю, да, у нас полностью мы перелили все топливо. То есть, наша космическая станция уже готова. И давайте посмотрим, может быть, уже можно перелетать и возвращаться обратно. Да, она уже, посмотрите, догоняет нашу Землю, но угол должен быть вот таким вот очень острым. Примерно вот здесь должна находиться Ева, для того, чтобы перелететь на Кербин с минимальными затратами топлива. Кстати, нужно наблюдать еще и за Моха, так как у нас там есть масштабная экспедиция, нам нужно будет ее вернуть. И как я вижу, что совсем уже скоро Моха должен быть где-то вот здесь примерно. То есть, мы сейчас будем с вами проматывать время, для того, чтобы вернуть наконец-то нашу марсианскую экспедицию, для того, чтобы подготовить возвращение с экспедиции на Моха, и экспедиции на Еву. Наши экипажи на Дресс будут лететь очень долго здесь, около года, а на Джул, они, как вы видели, будут лететь около трех лет. И давайте посмотрим, может быть, мы можем уже стартовать на нашу последнюю планету, которую мы пока еще не исследовали, на Илу. Итак, Илу должен находиться вверху, проводим линию вверх, и немножко совсем левее, вот здесь. То есть, что я думаю, примерно через, ну, возможно, один месяц у нас подойдет и Моха, где-то еще через один месяц у нас подойдет Ева, и как раз к этому времени у нас будет в нужной точке еще и Илу. Так что мы отправим космический аппарат, последний наш космический аппарат, который у нас полетит исследовать Илу, и будем уже, друзья, возвращать все наши экспедиции. Ну что ж, давайте потихонечку начнем проматывать время. Я, кстати, за кадром взял еще одно задание, сделать станцию около Евы. Оно мне показалось довольно простым. Посмотрите, построить станцию, которая может снабжать себя электроэнергией, имеет стыковочный узел, имеет 11 кербонавтов место. Станция должна быть в мобильной лаборатории, в трюме должно быть 6000 днц жидкого топлива, так что полетим очень экономно, и на станции должен быть обзорный купол и мобильная лаборатория. Все, и удерживать в течение 10 секунд. За это дается, если я правильно помню, около полтора миллиона кредитов. Мне кажется, что за довольно такое простое задание, очень хорошие деньги, давайте я покажу вам эту станцию, которую я уже подготовил для полета на Еву. Вот эта станция, которая у нас полетит на Еву, для того, чтобы выполнить задание. Здесь пришлось мне брать два вот таких вот модуля, кабины автостопщиков, которые вмещают по 4 кербонавта, для того, чтобы выполнить задание, ну, сделать место для 11 кербонавтов. У нас как раз хватит этого места. Ученых у меня пока нету, но здесь есть мобильная лаборатория, которая тоже требуется в задании. Так что я думаю, когда будем проматывать время, купим, скорее всего, еще одного ученого. У меня, кстати, заканчиваются деньги, но вот конкретно эта космическая станция для выполнения задания за полтора миллиона вышла не такая уж и дорогая, всего на 380 тысяч, которая полностью нам обеспечить, мы ее потом оставим там, на орбите Евы. Она у нас будет выполнять задачи по научным исследованию. Смотрите, я взял сюда все научные приборы, постараюсь чуть-чуть коснуться атмосферы Евы в самых верхних слоях, и вот здесь попробуем проводить различные атмосферные исследования. И потом, как только проведем, сразу дадим импульс, и выйдем из атмосферы Евы, чтобы больше случайно здесь у нас ничего не сгорело. Ну, понятно, антенна дальней связи. Здесь вот я взял запасные баки для того, чтобы у нас в задании было 6 тысяч единиц топлива у нас должно остаться. Посмотрите, здесь как раз, если сложить все баки, кроме вот этих, которых мы будем отстреливать, здесь как раз получается 6100. Следовательно, нам нужно будет оставить буровой корабль на орбите Гиле и переместить эту станцию на орбиту Гиле. Потом с пристыкованным модулем переместиться на Еву, оно будет у нас считаться, как в составе новой станции, и после этого мы выполним это задание и обратно вернемся на Гиле. Так что я надеюсь, мы успешно выполним это задание вместе с пристыкованным буровым кораблем. Хочу сказать больше, можно, конечно, здесь доставить топливных баков еще дополнительно, но все равно, сколько бы мы ни ставили, это утяжеляет наш корабль, и у нас не останется в итоге 6 тысяч, чтобы выйти на орбиту Евы. Поэтому сделаем вот по моему плану. Пристыкуем полностью загруженный рудокоп, произведем руду, сделаем суммарно 6 тысяч, перелетим на орбиту Евы, и там выполнится у нас автоматически это, друзья, задание. Но это будет гораздо позже, сейчас нам нужно просто перематывать время. Поэтому переходим в центр кирбонавтов, давайте посмотрим, какие еще есть задания. Спутник на орбиту Айка, сколько там дает? Полмиллиона. Туристов я не очень люблю, у нас и так уже 12 активных заданий, нам их нужно стараться выполнить как можно быстрее. Так, друзья, давайте посмотрим, есть ли здесь какие-нибудь хорошие ученые. Вот, в принципе, есть. Вот, кстати, очень хороший ученый, но у нас осталось всего 4 миллиона денег. А пока нам ученый не нужен, но ученый прям вот очень и очень хороший. Что ж, давайте его купим на будущее. Посмотрите, у него хорошая отвага и маленькая слабоумие. Вот, кстати, великолепный ученый. Давайте возьмем его, все, нанимаем кирбонавты, и у нас осталось всего 2,5 миллиона. Это очень рискованно. Нам может не хватить денег на запуск следующих миссий, но, как я понимаю, у нас всего одна миссия остается, которую мы должны запустить с Кербина. Это именно миссия на Илу, которая еще будет через несколько месяцев. Ну что ж, теперь нам остается только проматывать время. Я составил график прибытия всех космических аппаратов к точке своему назначению, кроме тех, которых у нас планируется возврат с Моха и Евы, потому что я не могу еще запланировать вот эти маневры. У нас еще планеты не достигли нужного назначения. И первым, кто у меня получился, из тех уже запланированных, это должен пром-д2. Вот он пром-д2, он уже прилетит через 168 дней. Следовательно, мы смело можем проматывать несколько дней. Давайте пока попробуем, у нас там очень много различных заданий, пробуем пока ускорить на несколько дней и смотреть различные новые задания. Смотрите, новый эксперимент установлен на поверхности Муны, у нас завершился, у нас там проводятся различные данные. И, друзья, мы выполнили только что контракт, мы заработали 200 тысяч кредитов и получили 3 очка репутации. Так что, один контракт мы с вами успешно выполнили. Ладно, ускоряем время дальше, посмотрим, что мы еще можем делать и следим именно за космическим кораблем Пром-Д, а также следим за Моха, Евой и Илу. Ну, Илу у нас будет двигаться очень-очень медленно, вернее, по сравнению с быстро двигающимся Кербином, он, можно сказать, застынет в одной точке. Это мы его будем догонять, поэтому нам постоянно вот так вот придется нагибать нашу звездную карту для того, чтобы смотреть соотношение перелета к Илу. Пока что у нас, кстати, уже приближаемся стремительно, буквально еще, ну, не знаю, там 3-4 дня и мы можем с вами уже улетать на Илу. У нас там еще автоматически отслеживаются астероиды, кстати, почему-то они у нас здесь не показываются, видимо, мы больше не находим никаких новых астероидов, очень жаль. Так, Моха стремительно приближается, Ева также стремительно приближается и Илу встает все ближе и ближе в необходимую нам точку. Еще буквально 2-3 дня, я думаю, вот так вот мы сейчас ускорим и посмотрим сейчас различные задания. Так, телескоп отследил все астероиды, угрожающие Кербину с помощью инфракрасного телескопа Страж. Смотрите, мы получили, во-первых, мы выполнили контракт, ура, мы получили 240 тысяч денег плюс еще 15 тысяч, потому что мы в нашей администрации задали такое значение, что мы всю науку, которую мы получаем, видите, минус 5, мы переводим в деньги. Ну что ж, мы получили еще немножко денег, вовремя у нас это получилось, и, наверное, нужно сейчас стопорнуть, потому что смотрите, что происходит. Во-первых, у нас Илу уже встал в нужную нам позицию. Поднимаемся наверх, ну, еще буквально 2-3 дня, но мы промотали 5 дней, поэтому как-то выполнили. Надеюсь, что нам сейчас дадут 2 новых задания. 2900, денег осталось не так уж и много, и по заданиям. Вывести на скорректированную орбиту вокруг Кербина нам дадут 70 тысяч, ну, в принципе, это простое задание, но не хотелось бы сейчас терять это времени. Доставить астероид, я хочу посвятить отдельную серию, вот именно таким заданием по транспортировке астероидов, поэтому, тем более на орбиту Джулы, нет, пропускаем, тоже астероид пропускаем, и первое кольцо приземлится на минус, между прочим, очень легкое задание, дает 370 тысяч, но я не хочу загружать вас вот такими вот мелкими заданиями, если я их и буду выполнять, то буду выполнять их за кадром, поэтому продолжаем проматывать наше время до тех пор, пока Илу не подойдет в нужную точку. Ускоряем опять время, у нас больше нет заданий, которые у нас выполняются с течением времени, то есть астероиды мы отследили, научные данные мы все провели, космические корабли у нас летят туда и сюда, нам надо найти Пром-Д2, где он у нас, вот Пром-Д2, и нам осталось всего 150 дней, дальше продолжаем проматывать, нам сейчас главное не промахнуться мимо Ева и Моха, смотрите они как, я боюсь, что они даже одновременно к нам подлетят, и это будет большая проблема, друзья. Наши телескопы отследили еще несколько астероидов, мы конечно же их добавляем в список, вот так вот нажимаете на знак вопроса и нажимаете следить, тогда все астероиды у вас будут в списке, вы будете знать их скорость, будете знать их орбиту, и будете знать точки сближения с той или иной планетой, например, вот видите, это угрожает муне астероид, мы его можем оттащить на какую-нибудь другую орбиту. Итак, это те, кто у нас полетели, наша группировка от нашего Кербина летит уже на Джул, вот возвращается наша марсианская экспедиция, так, у нас, если Кербин здесь, то Моха должен быть примерно вот здесь, а Ева должна быть вообще примерно вот здесь, а вот Илу, мне кажется, все, да, поднимаемся вверх и совсем чуть-чуть влево, да, все, нам пора запускать космический аппарат на Илу, это будет наш последний космический аппарат, и давайте подготовим его сейчас. Но для начала заглянем в центр аэрокосмических программ, может быть, здесь есть интересные задания, туристов я не люблю, гравитационные данные, здесь нужно летать, собрать научные данные за погодой на дюне, мы как раз туда отправили научный автобус, получим полмиллиона, даже больше, да, мне это задание подходит, и у нас есть наблюдение за погодой прибор, обязательно его берем, и научные данные на планете Айк, тоже полмиллиона, даже больше, здесь сейсмоприемник, нужно будет запустить, а мы уже запустили спутник, которые будут биться о Марс, мы их просто перезапустим на Айк, да, это задание мы тогда тоже берем, и у нас опять активных 12 контрактов, два мы только что выполнили. Ну а теперь, друзья, давайте посмотрим космические корабли, которые я создал для путешествия к Илу. И наш первый космический аппарат, который полетит покорять Илу, это Илу БС, я его назвал так же, как и наши школьные автобусы, но это несколько иное, друзья. При создании этого корабля мне пришлось решать несколько важных проблем, первое, что у меня заканчиваются деньги, ну как, у меня там 3 миллиона, но я считаю, что этого мало, у меня обычно там по 20, по 30 миллионов, 3 миллиона, я считаю, недостаточно для хорошей компании космической, поэтому здесь мне пришлось ужиматься и в одном корабле совместить сразу три функции. Первое, вы наверное заметили, здесь я сделал космическую станцию, то есть я не буду запускать нашу космическую станцию, но мне хотелось бы получать научные данные в мобильной лаборатории, вот я ее сюда поставил, приделал сюда камеру для трех кербонавтов, один из кербонавтов у нас перейдет в посадочный модуль, он у нас приземлится, также соберет различные научные данные и потом пристыкуется и мы вернемся назад, я надеюсь, что мы сможем вернуться вот с двумя этими модулями, а также, если получится, пристыкуем еще и третий. Здесь у меня материнский корабль, который состоит в основном из топлива и я взял топливо специально так, чтобы его было достаточно, чтобы долететь в одну сторону. Почему? Как мы вернемся обратно? Это вы узнаете чуть дальше, забегая вперед скажу, что я отправлю туда еще и шахтерский корабль, который у нас будет пристыковываться вот к этим портам и заправлять полностью материнский корабль. Но пока об этом рано говорить, мы пока рассматриваем вот этот корабль. Здесь я поставил всего три ядерных двигателя, потому что стоят они очень дорого, а тягу они обеспечивают достаточную для того, чтобы нам нормально, не так уж и долго разгоняться. Дальше. Здесь у меня получается пять тысяч в вакууме, этого хватит спокойно, чтобы перелететь к Илу, и потом мы зарядим наши баки и перелетим обратно. Посадочный модуль самый простой, ничего необычного. Двигатель здесь установлен, интерьер топлива, как раз для того, чтобы у нас приземлиться на Илу, взлететь на Илу и выполнить корректировку маневра. А посадочный аппарат, который вернется на Кербин, имеет два тормозных парашюта и три основных, потому что я думаю, что здесь будет все-таки тяжелый у нас вес, и, наверное, понадобится не два, а три уже парашюта. Теперь по поводу антенн. Я думаю, что нужно установить здесь антенну получше, потому что мы все-таки полетим на самую далекую планету, поэтому заменим эту антенну на антенну вот такую, Коммунетрон. Она у нас очень хорошая, берет очень далеко, и ее будет вполне достаточно для того, чтобы обеспечивать связью с такой далекой планетой, как Илу. Все. Можно ее поставить на различные группы действий. Итак, выбираем ее и переключаем антенну. Все, теперь антенна у нас тоже будет включаться. Кстати, по поводу включения и отключения, здесь я думаю, добавить в группу действий еще и солнечные панели. У нас одна верхняя работает, теперь добавляем вот эти все. Так, переключить солнечную панель. Все. Мы полностью обеспечили наш корабль. Стоит он довольно дешево, даже меньше, чем 300 тысяч. И я надеюсь, что я все эти деньги отобью на заданиях, которые нам дадут. Здесь не совсем понятно, что у нас происходит. Да, я понял, что это такое. Из-за того, что я переделывал обтекатель на более красивый, у меня сбилась вот эта вот перетяжка. Поэтому выставляем ее заново для того, чтобы она у нас стягивала корабль. Здесь, похоже, та же самая проблема. Так, у нас здесь будет антенна, поэтому под антенной делаем стяжку. Теперь корабль у нас прочный, крепкий, он не будет у нас раскачиваться. Надеюсь, что хорошо взлетит. Нам взлетного ТВРа хватит за глаза, даже немножко останется. Хотел бы также обратить внимание, почему я его назвал БС. Потому что он у нас выполняет те же самые функции, что и научный автобус. То есть, смотрите, здесь у нас есть модуль хранения научных экспериментов. Мы перевезем все приборы, которые только работают у нас на Илу. А также вот здесь вот снизу у нас есть малый научный модуль, с которого мы тоже соберем научные данные. То есть, он заправлен по максимуму. Но это сразу видно по цене. Наверное, половина всей цены составляет именно научные приборы и вот приборы для экспериментов. Все остальное у нас довольно дешевое в этом космическом корабле. Ну что ж, давайте теперь возьмем наш экипаж, подберем его. Во-первых, я сказал, что я купил ученого. Сразу помещаем его в мобильную лабораторию. Также я возьму инженера вот этого. Он мне очень нравится. Берем инженера, помещаем его в командный отсек. Для чего я его беру? Я запущу еще рудокопную станцию, но запущу я его без человека. То есть, у меня рудокопная станция полетит в автоматическом режиме. Потом мы пристыкуемся, ну или просто подлетим к этой станции, пересадим инженера и уже приземлим его и будем добывать огромное количество руды. Так, и теперь нужно взять какого-нибудь хорошего пилота, прокачанного вот такого, например. Все, мы набрали с вами хороший экипаж, инженер, пилот и ученый. У нас еще есть место для аж трех человек. Так как доилу лететь очень далеко, я не перепроверял вот этот вот крафт. Я его создал только теоретически. И если все расчеты наши были правильные, то вот эта станция с этим посадочным модулем выполнит у нас все задачи. Ну что ж, сохраняемся и запускаем наш первый корабль на Илу. Погнали, друзья. Итак, наш красавец корабль на стартовом столе. Включаем все системы для того, чтобы наблюдать за ТВР. 0.35 великолепно. Запускаем двигатели, включаем систему автоматической стабилизации и поехали, друзья. Инженер, пилот и ученый готовы для длительного путешествия на Илу. Запускаем, друзья. Поехали. Сразу же дам небольшой наклон для того, чтобы у нас была точка маршрута и можно поставить вот так вот по движению. Корабль у нас сам будет наклоняться и сам будет себе рисовать маршрут. Итак, вывел я наш космический корабль на суборбитальную орбиту и включил настройки, чтобы мне показывала сначала работа двигателя для того, чтобы не высчитывать все это в голове. Сейчас, когда будет 0 секунд, все, погнали, друзья. Нам совсем чуть-чуть осталось разогнаться до момента все выхода на нужную нам орбиту Кербина. Все. У нас 100-100 километров. Теперь мы можем рисовать нашу траекторию полета к Илу. И у нас осталось еще 700 метров в секунду вот здесь вот в первой ступени. Мы можем выпустить солнечные панели все. Также мы можем выпустить все спутниковые наши тарелки. Так, для дальней связи. Отлично. Здесь отдельно. И, наверное, мы можем начать уже различные космические исследования. Давайте прямо сейчас начнем это делать. Во-первых, сделаем доклад экипажа, заработаем 30 очков. Во-вторых, у нас есть здесь научный модуль. Вот он у нас, научный модуль. Так, вот научный модуль наблюдения за материалами. И получаем еще 155 очков. А также у нас здесь есть таинственная слизь. Включаем ее. Плюс 60 очков. И оставшиеся стандартные приборы, а именно термометр 50 очков. Дальше барометр 75 очков. Гравиметр 125 очков. И сейсмограф мы не сможем включить, потому что мы не на поверхности. Мы добавили все эти данные. Теперь мы можем восстановить научные модули. Нет, для начала, смотрите, мы уже имеем темп 0.5 науки в день. И у нас есть ученые в лаборатории. Давайте сейчас начнем наше исследование. Восстановим все наши научные модули. И пока несколько лет у нас будет лететь вот эта вот космическая станция с посадочным модулем к Илу, я думаю, что у нас здесь накопится очень много очков науки. Все, данные передаем, модули восстановили все, экипаж у нас на месте. Ну что ж, друзья, давайте рисовать нашу траекторию перелета к Илу. Делается это, в принципе, по тем же самым законам, по которым мы летали и к Джул, и к любым другим внешним планетам. Ставим справа нашу планету Кербин, сверху должен находиться Илу, и начинаем к нему разгон. Так как это довольно далекая планета, я думаю, что надо дать, ну, во-первых, старт мы будем делать, как всегда, примерно вот отсюда, с половины, если вот так вот сделать крест, то под 45 градусов начинаем старт. Сделаем около примерно 2000, посмотрим, сможем ли мы достать Илу. Вот так вот, да, первая ступень отработает, потом включится наша уже основная ступень. Дальше посмотрим. Вот наш траекторий, я думаю, что нужно убрать все ненужные нам сигналы, поставить Илу как цель. Нам нужно вот эту метку приблизить к по центру, поэтому мы вот синим вектором задаем направление. Для начала хотя бы вот так вот примерное. Теперь, так как мы перелетели уже за орбиту Илу, нам надо уменьшить скорость. Уменьшаем скорость, и вот как раз у нас находится именно точка пересечения. Еще немножко уменьшаем скорость, и где-то, смотрите, мы уже находимся рядом, но еще не совсем точно, поэтому давайте еще более точно встаем в апо-центр, вот так вот, уменьшаем еще тягу, не так резко, и сейчас мы должны уже поймать нашу планету. Вот, теперь можно догнаться, у нас наклонение сколько? 6 градусов, но это в принципе приемлемо, 6 градусов. Можно попробовать отрегулировать время вылета. Аккуратно синим вектором подводим две наши точки, сейчас они у нас должны совпасть, и все, мы, друзья, с вами прибыли на Илу за 2700. Сейчас я посмотрю в карте Дельта В, по карте Дельта В, если суммировать значение перехода на орбиту, получается как раз 2400, но у меня получилось 2700, вполне возможно, что я или проглядел время вылета на Илу, либо слишком рано стартую, потому что те значения в карте Дельта В даются для идеальных значений. Ну, а мы полетим на Илу, в принципе, это очень близкие значения, и посмотрите, мы не так уж и далеко от нашей последней планеты, поэтому тут понятно красным вектором нужно опустить нашу траекторию чуть пониже и приблизить к планете, и здесь нужно еще немножко уменьшить тягу. Все, мы уже около планеты, теперь уже можно приближаться и делать более точные маневры. Так, в какую сторону у нас крутится Илу? В ту сторону, следовательно, заходить надо вот с этой стороны, поэтому уменьшаем еще тягу. Так, и даем вектор вниз. Еще совсем немножко синим вектором, 14 километров и мы находимся, надо чуть-чуть попробовать поднять, вот так вот. Все, пусть будет 24 километра, я пока не знаю, высокие ли здесь горы или нет, но 24 километра это нам подойдет. Итак, уже через 25 минут у нас начнется наш маневр. Что ж, давайте сейчас встанем по маневру и будем ускорять время. 2700 нам понадобилось, из них половину мы потратим из первой ступени, все остальное медленно потратим из второй. Кстати, мне интересно, сколько нам понадобится на торможение, давайте посмотрим, все ли мы правильно рассчитали. По данным таблицы на торможение понадобится около 1400, а у нас значение 1500, да, ну, здесь побольше будет, потому что мы поближе, 1600, да, все идеально у нас получается, так что второй маневр пока мы убираем, сохраняемся и готовимся выполнить вот этот маневр. 3, 2, 1, поехали, друзья. Сначала выработаем здесь очень резвый вот этот вот двигатель, поэтому аккуратно следим за маневром, чем точнее мы его выполним, тем будет нам потом меньше корректировок выполнять нужно будет. все, сейчас полностью выгорит это топливо, готово, отсоединяем и пойдем уже на наших атомных движках, так, выполнили мы, считай, треть нашего маневра на первой ступени и теперь остается только ждать очень долго до того, как мы разгоним, так, мы идем не в планету, все в порядке, в планету мы не стукнемся, перецентр у нас повышается. Здесь я взял большие аккумуляторы, сколько у нас запас электроэнергии? 10 тысяч. Почему? Потому что около Илу очень мало солнца и у нас вот эти вот панели, если сейчас они, посмотрите, ну, сейчас мы не на солнце, вот когда выйдем на солнце, я покажу, они, например, дают вот этот вот электропоток, ну, представим, 10 единиц, то около Илу там будет всего, например, одна единица во много раз меньше, поэтому мне пришлось поставить вот и большие здесь солнечные панели, а также много-много аккумуляторов. так, все, вышли мы на солнечную орбиту, отлично, я думаю, что уже можно повысить уровень нашего экипажа, ну, сейчас закончится маневр, тогда, хотя давайте попробуем, вот, нашему ученому присвоили первую звезду, теперь у нас все наши кербонавты однозвездочные, итак, мы начали уже вырабатывать очки науки, кстати, раз мы вышли на солнечную орбиту, но пока мы еще около Кербина, давайте попробуем тоже сделать доклад экипажа, здесь нет ничего нового, посмотрите, как быстро растет наша орбита, мы уже с вами прошли и Дюну, и Дресс, сейчас приближаемся к орбите Джула, и совсем немножко нам останется для того, чтобы сблизиться с Илу, так, всего 300 метров в секунду, здесь уже надо быть очень аккуратным, поэтому я переключаюсь на планету непосредственно, и буду следить, так, ускорение времени здесь уже очень мешает, поэтому приходится вот так вот медленно, но точно выполнять наш маневр, итак, смотрите, мы перешли на Джул, встретились с Джулом, сейчас мы его пройдем, все, проходим Джул, и идем дальше к Илу, разница между Джул и Илу всего нас разделяет 100 метров в секунду, небольшой корректирующий маневр нам понадобился, итак, готовимся, 3, 2, 1, поехали, друзья, сейчас где-то здесь должна подойти наша траектория, вот она идет, так, тихо, все, и потихоньку ее сейчас нужно опустить, кстати, можно вот такие уже траектории опускать системами РСУ, просто включаете систему РСУ и задаете, например, вектор вниз, вот так вот, раз, все, 39 километров, давайте посмотрим, во-первых, когда у нас будет маневр, через почти 4 года добавляем этот маневр, как мы видели, должно быть около 1500 где-то, до 1500, 1600, все хорошо, у нас траектория 40-40, великолепно, все, за 1600 метров в секунду мы затормозим Уилу через почти 3,5 года, ну что ж, друзья, научную станцию мы с вами отправили, она у нас уже заработала, да, она уже почти 1 очко науки у нас, повысить уровень экипажа, пока нету, мы должны выйти на солнечную орбиту и тогда у нас повысятся звезды у каждого из членов экипажа, а пока запустим наш второй космический аппарат, это будет наш Рудокоп и туда я внес ряд изменений, ну что ж, друзья, представляю наш обновленный буровик, который у нас полетит исследовать и бурить Илу, запущу я его без людей, но здесь я сделал два кресла, я планирую сюда посадить и ученого, и инженера, которых я возьму с нашей космической станции, когда мы туда пристыкуемся, также здесь есть Рукоколос, потому что дается на нее очень много заданий, и все научные приборы, специально сделал противовес, потому что Рукоколос довольно тяжелый, почему я его поставил вот так вот немножко сбоку, посмотрите, у ней есть вот такой вот сектор, до которого она может дотянуться, если ставить ее с самого верха, то вы не сможете достать до земли, если будет какой-нибудь маленький камушек, его нужно будет просканировать, вы достать не сможете, а если вы поставите немножко сбоку, вы можете просканировать все на уровне земли, так что вот обращайте внимание на такие вот мелочи при полете, ну дальше здесь у нас обычная конфигурация, здесь я немножечко добавил топливного бака, вот такого на 720, будет тяжело взлетать, но у нас да, хватит нам как раз на взлет впритык, чтобы вот этот наш первая ступень вся вывела нас до орбиты, а дальше мы уже полетим на Илу, но рассчитал я топливо именно так, чтобы, ну, почти что на последней капле топлива приземлиться и уже начать бурить, ну что ж, друзья, все готово, запускаем наш космический корабль, итак, наш корабль готов к взлету, включаем все системы, включаем все системы слежения, смотрим за ТВР, 1.38, не очень хороший, конечно же, но поехали, справимся, не с таким справлялись, задаем уже небольшой наклон, вот такой вот, и включаем по движению, готово, все, теперь у нас корабль будет сам себя вести, можно немножко так вот поправить, курс, все, 90 градусов, поехали дальше, следим за топливом, так, закончилось топливо в основных баках, но здесь такая, не знаю, почему система, сначала заканчивается топливо вот в этих баках, а потом уже заканчивается топливо в баках двигателей, но это как бы не важно, главное, что у нас выполняются все необходимые функции, сейчас мы отстрелим нашу первую ступень, о, разгон 2, великолепно, так, разогнались мы очень неплохо, и довольно уже высоко, отбрасываем нашу первую ступень, наклоняем наш космический корабль на 45 градусов, даем полную тягу, ставим курс 90, и все, погнали, 1,22, но сейчас, я думаю, быстро разгонится корабль, у нас по центр 27, так, все, на 45 выставляем, у нас уже неплохой разгон, 1000 метров в секунду, высота 55, пока все параметры очень хорошие, я думаю, что мы сейчас начнем тереться об атмосферу, 1,8, но мы уже выходим из плотных слоев, я пока специально не сбрасываю обтекатель, потому что у нас здесь не очень хорошие формы, вот этого бурильщика, 62, 50, но на 60 километрах, я думаю, можно будет сбросить, да, нам немножечко не хватит, поэтому тянем до последнего, все, выкидываем первую ступень, работает наша вторая ступень, и уже можно скидывать вот этот вот блок, теперь он нам больше не понадобится, вышли мы за пределы атмосферы, давайте сделаем как, мы сейчас притормозим, выключим двигатель, у нас скорость уже достаточно большая, для того, чтобы совершить хороший маневр, посмотрим, сколько нам здесь нужно, 80,80, отлично, и нужно 361, все, двигатели уже нужно было запустить, вовремя мы успели, хорошо, вот эта вот подсказка у нас работает, да, начинаем наш разгон, и ускоряем время, и так, вышли мы на орбиту, 80,80, давайте посмотрим, сколько топлива у нас еще здесь осталось, так, у нас по два бака, здесь еще даже есть топливо, потом отсюда будем брать топливо, потом в нашей основной ступени, да, у нас достаточное количество топлива, для выполнения маневра, сначала выпустим солнечные панели, для того, чтобы снабжать нас электроэнергией, а также выпускаем нашу радиоантенну, для того, чтобы у нас была всегда связь, тем более, что у нас здесь всем управляет робот, все, готово, машина готова, и рисуем нашу новую траекторию, так, подводим метку, немножко уменьшаем скорость, и сейчас мы должны поймать илу, так, совсем осталось чуть-чуть, давайте, все, поймали мы илу, да, илу поймали, готово, переходим, смотрим, где мы здесь находимся, мы находимся сверху, поэтому понижаем красным вектором, и синим приближаем к планете, вот таким вот образом, так, все, мы уже у планеты, а здесь теперь можно дать небольшой импульс назад, и еще чуть-чуть вниз, я думаю, что оставим вот так вот 21 километр, пока для выхода на орбиту, встаем теперь по маневру, и ускоряем наше время, итак, все готово к началу выполнения маневра, через 6 секунд мы включим двигатели, пока мы идем в землю, но я надеюсь, погнали, друзья, все, следим за перицентром, чтобы он у нас не опускался ниже 70 километров, иначе нас засосет в атмосферу, и будет большая беда, я думаю, что баки уже опустили, откидываем их, эти тоже опустили, тоже откидываем их, проглядел я этот момент, немножко нес с собой тяжелые баки, но главное, что вот сейчас мы вовремя все отключили, и у нас вот этой вот разгонной ступени вполне хватит для того, чтобы хорошенько разогнаться, мы кстати можем выпустить наши тепловые панели, так, вышли мы на солнечную орбиту, и можем сейчас начать вырабатывать наше топливо, у нас здесь есть 600 топлива, сейчас все начинает перерабатываться, но конечно сжигается гораздо больше, кстати, для того, чтобы откинуть вот эту вот ступень, мы можем сделать следующее, мы можем в один из баков, вот в этот вот бак, мы например можем перелить топливо сюда, выполнил я маневр, сэкономил там примерно 30 метров в секунду, и нам понадобится сейчас небольшой корректирующий маневр, переключаемся на наш космический корабль, и сделаем этот корректирующий маневр, для того, чтобы попасть уже точно на Илу, и выйдем вот так вот на экваториальную орбиту Илу, на расстоянии 40 километров, но потом мы подведем поближе, я думаю 20 километров, это вполне безопасное расстояние, потому что посмотрите, такое ощущение, что это просто кусок льда. Итак, начинаем выполнять наш маневр, включаем двигатели, пошли, сейчас у нас должна появиться где-то здесь траектория, да можно, осторожно, так, здесь уже можно выключить этот маневр, и дальше системы РСУ, догнаться так, как нужно нам. Итак, включаем систему РСУ, подводим траекторию к планете, так, у нас она снизу, поднимаем ее немножко, 14, все, давайте оставим вот так вот 14 километров, мне кажется, что это будет даже лучше, у нас еще осталось немножко топлива, в нашем вот этом вот основном баке, поэтому давайте мы это топливо перельем вот в этот вот бак, и так, отсюда, перельем вот сюда, и отбросим эту ступень, нам уже не нужно, все, готово, здесь у нас топлива предостаточно, 2000 метров для торможения, и мы еще не переработали до конца руду, проверяем, друзья, здесь топлива у нас нету, здесь топлива у нас тоже нету, поэтому отделяем эту ступень, готово, все, двигатель у нас включен, отлично, давайте посмотрим, не изменилась ли наша траектория, да, даже из-за того, что мы отделили отделитель, как это ни парадоксально звучит, у нас сбилась траектория, поэтому сейчас легкими движениями руки ее поправим немножко, вот так вот, на 100 километров, это слишком, 23 километра, вот я думаю, что можно оставить вот так вот, 23 километра, и посмотрим, у нас есть 2100 метров в секунду, но мы еще не включили, я отключил просто конвертотрон, все, началось у нас 500 руды, почти 600 руды у нас есть, поэтому запоминаем, 2183, и сколько у нас будет потом, когда переработается все топливо, я думаю, что этот бак уж точно весь у нас до конца заполнится, и теперь нам нужно посмотреть, сколько нам понадобится на торможении, так делаем красивую орбиту, все, 23, 24, идеально, 1500, ну 1600, если округлить, у нас понадобится для выхода на орбиту Илу, все, через 3 года, 200 дней и 1 час, наш, вот этот вот буровой, научно-буровой корабль, прибудет к Илу, ну что ж, друзья, мы вывели с вами все космические аппараты, на все небесные тела, которые только есть у нас в Кербальской солнечной системе, и теперь нам только лишь остается ждать и принимать те экспедиции, которые у нас заканчиваются, поэтому переходим в центр слежения и смотрим за теми экспедициями, которые у нас будут пребывать по порядку, больше нам запускать никуда ничего не надо, теперь просто принимать и выполнять задания, и нам только осталось перематывать время и следить за кораблями и планетами, для того, чтобы вернуть все наши звездные экспедиции, а на сегодня, друзья, все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте писать ваши комментарии, поделиться ссылкой на это видео прохождение со своими друзьями, а с вами был Никодим, в Kerbal Space Program, до скорых встреч, друзья, увидимся в следующей серии.